МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По следам истории, как старинное надгробие оказалось в центре Барнаула. Четверо альпинистов из Кузбасса до сих пор остаются заблокированными в горах Алтая. Спасательная операция продолжается. Напомним, из-за плохой погоды группа застряла на горной вершине Акемы. До настоящего момента у спасателей не было возможности забрать туристов. Как нам сообщили в МЧС, республики Алтай сейчас вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра находится в аэропорту Горналтайска. Как только погода наладится и будет получено разрешение на вылет, возможно, это произойдет сегодня, спасатели готовы завершить операцию. Туристы регулярно выходят на связь со спасателями и докладывают о том, что на той высоте, где они находятся, это 4100 метров над уровнем моря, у них хорошая погода, пока у них есть запас продуктов, у них есть дополнительный запасной аккумулятор для спутникового телефона, поэтому они имеют возможность выходить на связь. Состояние их удовлетворительное, пока еще обморожений и каких-то травм у них нет. Крайний срок завершения спасательной операции, которую нам обозначили в пресс-службе МЧС республики, утро 15 августа. ЧП в Чережском районе подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки. Следственный комитет края проводит проверку. По данным ведомства, в пятницу в селе Моралиха трое подростков прыгали в реку с так называемой веревки тарзанки, привязанной к дереву. В какой-то момент рука 13-летнего мальчика попала в петлю, находящуюся на конце веревки, вследствие чего произошла и механическая ампутация. Вертолетом санавиации подростка доставили в медицинское учреждение краевого центра. Пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей краевой больницы скорой медицинской помощи. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Отметим, в будущем мальчику, скорее всего, понадобится протез, поскольку восстановить руку медики не смогли, оторванную конечность до сих пор не нашли. К другим темам. В Барнауле открыли памятник легендарному футбольному тренеру Геннадию Смертину. Накануне в краевой столице стартовал международный фестиваль футбола и турнир о памяти Геннадия Смертина, который дал путевку в большой футбол не только своим сыновьям Евгению и Алексею, но и многим барнаульским мальчишкам. На грандиозном открытии присутствовали звезды российского футбола, а также гости из Узбекистана, Южной Кореи и Японии, рассказывает Александр Захаров. Церемония открытия этого масштабного праздника футбола захватила с первых минут. Дети из Кореи, Японии и Узбекистана с восхищением наблюдали за русскими народными танцами. Для них такое в диковинку. А еще больше восторг у мальчишек всех возрастов и национальностей вызвало присутствие прославленных спортсменов. Алексей Смертин, бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников, дзюдоист Иван Нифонтов, лыжница Татьяна Ильиченко. Я сам воспитанник своего собственного отца и помню моменты, опять-таки, на этом поле лет 20, а возможно, даже и 25 назад, когда я сюда приходил и в дождь, и в слякоть, и в снег, и когда не хотелось играть, а такое бывает, вы сами это прекрасно знаете. На что мне отец говорил, тренируйся, воспитывай в себе характер. Это твое призвание. В числе поклонников настоящего футбола и мальчишки, и представители власти. Алексей Смертин подготовил особый подарок для врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Именную футболку с автографами всех игроков сборной России, которые выступали на чемпионате мира 2018. Гости из Узбекистана тоже не приехали с пустыми руками. Их национальные костюмы с удовольствием примерили Виктор Томенко, Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и супруга Геннадия Ивановича Смертина Антонина Васильевна. В Алтайском крае очень любят футбол, дорожат всеми достижениями нашей команды, дорожат нашими воспитанниками, уважают, конечно, наших друзей и соперников из других городов и из других стран. Это замечательное чувство братства среди спортсменов. По словам юных футболистов, каждый из них долго ждал этого дня. Ежедневные тренировки были нацелены лишь на одно – победить в турнире. В этом году в Барнаул съехалось 120 ребят. Уровень турнира гораздо выше, чем мы ожидали. Мы рады соревноваться с командами такого высокого уровня. В этом году был чемпионат мира по футболу. Нам это интересно. Поэтому мы приехали в Россию, чтобы почувствовать атмосферу этого чемпионата. Это хороший шанс для нас приехать и посоревноваться с достойными командами. Открытие фестиваля большого футбола завершилось презентацией памятного символа, установленного в честь выдающегося наставника и уникального человека Геннадия Ивановича Смертина. Отца, воспитателя, гражданина, вдохновителя своих сыновей и многих мальчишек с Алтая. Надеюсь, что после этого турнира загорятся такие же звезды мирового футбола, какими является Алексей Смертин. И из Барнаула для нашей страны в сборной будут еще игроки мирового класса. Международный турнир продлится до 18 августа. Впереди у ребят 15 вынтельных матчей и напряженная бескомпромиссная борьба, где есть все шансы доказать, что им по силам переписать историю российского футбола. Александр Захаров, Алексей Фризин. Наши новости. Быть или не быть в России референдум о пенсионной реформе. Подобное решение принимается не так быстро, а как многим хотелось бы. На данный момент, как сообщилось сегодня на пресс-конференции, председатель края избиркома Ирина Акимова, избирательная комиссия Алтайского края лишь зарегистрировала подгруппу по выдвижению инициативы проведения референдума о пенсионной реформе. Напомним, до этого в ЦИК России нашей подгруппой был представлен вопрос о согласии или несогласии населения с тем, чтобы пенсионный возраст, установленный действующим законодательством, не менялся. Как подчеркнула Акимова, это лишь первый шаг к реализации идеи проведения референдума. Инициативные подгруппы должны быть созданы не менее чем в 43 регионах России. Лишь после создания общефедеральной инициативной группы начнется сбор подписей в поддержку проведения общенародного голосования. Когда на сегодняшний день нашим избирателям при проведении тех или иных мероприятий говорится о сборе подписей в поддержку проведения референдума в дальнейшем, то, конечно, это еще не та стадия, которая в дальнейшем позволит представить такие подписи в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. На сбор подписей, а их необходимо 2 миллиона, будет дано 45 дней. Так вот, в одном регионе можно получить не более 50 тысяч подписей. Председатель Крайсберкома напомнила, что последний раз референдум в России проводился в декабре 1993 года. Тогда в России принимали новую конституцию. Во сколько обойдется бюджету проведения общенародного голосования, если решение будет принято, Ирина Акимова сказать затруднилась, при этом отметила, что будут задействованы средства федерального бюджета. Новый поворот, бывший управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородов, подозревается в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Напомним, в отношении подозреваемого уже было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с 2013 по 2016 год Белобородов заключил с одним из обществ с ограниченной ответственностью госконтракт по выполнению различных работ более чем на 94 миллиона рублей. За подписание актов и справок о стоимости работы он получил от руководителя общества взятку в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей. Осенью прошлого года Алексея Белобородова обвинили в незаконном расходовании бюджетных средств в размере более 18 миллионов рублей на приобретение автомобилей в обход конкурентных процедур. После возбуждения дела его отстранили от занимаемой должности, а потом и вовсе уволили. В скором времени уголовные дела будут соединены в одно производство, а бывшему чиновнику предъявлено обвинение. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, а по месту жительства проводятся обыски. Семье из Зудилова требуется помощь. В огне сгорел дом, а вместе с ним вся бытовая техника, мебель и одежда. Семья Ломковых обратилась к пользователям паблика Барнаул-22, где разместила фото пожара. У Ломковых двое несовершеннолетних детей, мальчик 9 лет и девочка 4. В доме они жили вместе с бабушкой. Необходимые размеры одежды и обуви вы сейчас видите на экране. Вещи Ломковой просят приносить по адресу в Барнауле проспект Ленина, 98, квартира 35. Это район Нового рынка. Для связи есть телефон, он сейчас тоже на экране. По словам Елены Ломковой, пока не удалось собрать необходимого минимума. По предварительной версии причиной возгорания могло стать короткое замыкание, которое произошло в ванной комнате. После этого огонь распространился по всему зданию. По словам Елены, ЧП случилось днем, именно поэтому они успели выбежать на улицу. 14 августа православные отмечают медовый спас. С этого дня начинается строгий Успенский пост. Под запретом мяса, яйца, молочные продукты. Зато можно и нужно есть мед. Это лакомство положено освещать церкви, а с первой ложкой меда загадывать желание. Сегодня в крупных городах края прошла медовая ярмарка. На ней побывала и Анастасия Дороган. Что за мед подавали к нам завтрак? Фаворит императорского стола с 18 века, любимец Екатерины Второй, мед алтайский. Сегодня этот вкус по душе десяткам стран мира. Но производство его кустарное, дело семейное. Наталья – дочь пасечника. С пчелами и травами давно на ты. Сначала стояли на эспарцете, потом его начали косить, мы переехали на доник. Получается, это уже бифлорный мед вышел. Сам эспарцет более терпкий, а с доником нежный, но очень ароматный мед. Вот всем нравится именно он сегодня. Нравится и самим пчелам. В этом сезоне первая партия меда людям не досталась. Ее подчистую смели насекомые, когда цветение трав запоздало на две недели. В холодное время они просто съедали весь мед и все. Поэтому мы кормили, подкармливали, развивали, готовили их к главному взятку. Не дали заболеть. Не дали заболеть, да. По сравнению с прошлым августом урожая уже меньше на 20%. Но пасечники привыкли к взлетам и падениям. Говорят, природа удивляет постоянно. То поздний снег, то приход медведей, как случилось у Руслана Девяткина и Салтона. Косолапы разрушили его пасеку с дягилем, предгорной медоносной травой. Растение это редкое, мед из него ценный. Даже и мишки не прошли, шутит парень. Дягилевый сорт экологически чистый. А того один из самых концентрированных и лечебных. Некоторые пьют горячий чай и туда добавляют. При температуре выше 36 градусов мед начинает терять свои полезные свойства. А медовая водичка комнатной температуры 25 градусов, да, 23. Вы выпили и вы получили. Вот в меде есть 100% полезных веществ. Вы 99% скушали. Покупатели ценят наш мед из-за свойства и за вкус. Признались, добавок из малины, черники и прочего не признают. Да и настоящий мед ни с чем не спутают. Когда он льется, он не падает туда, не образует воронку, а образует горочку. Ярмарка продлится до 2 сентября. За это время планируют сбыть меда не меньше, чем в прошлые годы. Около 60 тонн. Итоги сезона подведут в октябре. А сейчас сбор урожая продолжается. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Старинное надгробие, датированное 1904 годом, обнаружили в центре Барнаула долгие десятилетия. Оно лежало незамеченным на улице Горького. Сегодня могильный камень был возвращен туда, откуда его вывезли около ста лет назад, на территорию бывшего Нагорного кладбища, рассказывает Илья Кочетков. На первый взгляд, ничем не примечательный каменный блок, напоминающий урну для мусора. Таковым его и считали долгие десятилетия. Пока не начался капитальный ремонт, одновременно и строение, и участка улицы Горького. И, как рассказывают очевидцы, экскаватор не сдвинул его, открыв миру надпись. София Семеном Накулева скончалась 15 октября 1904 года, 33 лет. Художник Дмитрий Петренко рассказывает, вероятнее всего, надгробие привезли когда-то с Нагорного кладбища. Вполне возможно, что так как здесь были мастерские художественного фонда и были монументальные мастерские, то, возможно, во времена атеизма просто это как блок мрамора привезли, и он стоял здесь, ждал лучших времен, чтобы стать каким-нибудь зайчиком. К счастью, тогда про блок забыли, и теперь, в отличие от других уничтоженных надгробий, оно смогло вернуться. Отец Иоанн Мельников, настоятель Иоанна Предтеченского храма, уверен, дата 1904 год, ясно говорит, камень изначально находился на Нагорном кладбище, которое тогда здесь существовало. По тем свидетельствам, которые у нас есть исторические, власти города в свое время разрешили горожанам забирать отсюда надгробие, как стройматериалы. Сегодня в своеобразной коллекции прихода вместе с возвращенным три надгробия начала прошлого века. Среди них одно, необычное по форме, принадлежит маленькому барнаульцу, мальчику, умершему в двухлетнем возрасте. Кто были эти люди, возможно, выяснят историки. А пока отец Иоанн планирует выставить надгробие вдоль одной из аллей на прихрамовой территории, организовав небольшую мемориальную зону. Здесь как раз идут работы по благоустройству. Кроме того, священник предлагает всем горожанам, нашедшим старинные надгробия, сообщать об этом в барнаульскую епархию. Можете позвонить и нам в редакцию по телефону 722-440. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Алтайские грибцы стали призерами первенства России и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и канои. Соревнования проходили с 5 по 11 августа в городе Энгельс, Саратовской области. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы имени Константина Костенко. В состязаниях спортсменов до 15 лет алтайские грибцы Софья Штиль и Мария Дремова стали серебряными призерами в канои двойках на дистанции 200 метров и бронзовыми призерами на дистанции 500 метров. На первенстве России до 17 лет Анна Толстихина и Кристина Коновалова в байдарках двойках также завоевали серебро и бронзу. Они стали вторыми на дистанции 500 метров и третьими на 200 метровке. Также бронзовые медали в первенстве наши грибцы завоевали в байдарке четверки. Отметим, что программа «Наши новости» информационный спонсор соревнований. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах, ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Экосибирь» просто и выгодно. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. А август незаметно подошел к середине. 15-го числа на большей территории края ясно, без осадков. Температура в Заринске 23 градуса, Бийске 24, Камни на Абизме и Нагорске-Алейске плюс 25. Теплее всего в Кулунде и Славгороде до 27 тепла. В Барнауле переменная облачность, ветер западный, умеренный ночью 10-12 градусов, днем до 25 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Это все новости к этому часу. До встречи!